В Балакове стало на одну подшефную школу больше. С января следующего года СОЖ номер 18 начнут поддерживать партнёры – компания «Транснефть» при Волга. И знакомство шефов с ребятами началось со спортивного праздника. И это не случайно. Очень много ребят занимается спортом в 18-й школе, потому что здесь мощнейшая история, связанная со спортом. Очень много мастеров спорта вышло именно из 18-й школы. И я желаю, чтобы эта плеяда настоящих мастеров не заканчивалась. Несмотря на то, что ученики 18-й школы и правда поддерживают спортивные традиции, у каждого школьника есть свой любимый вид спорта. Мальчишки сходятся во мнении, что лучше футбола ничего не может быть. Я люблю футбол. Правила таковы, что нельзя никого бить, разговаривать, ругаться матами. И нельзя руками игроков трогать, толкаться. Когда ты свалил, тебе дают или жёлтую, или красную карточку. В этот день на футбольное поле вышли давние соперники – команда из 4-5 классов. Они уже встречались раньше на межшкольных турнирах по футболу. И поэтому знали, на что способны ребята из других команд. Ну так, ну, хорошие соперники. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились к этим соревнованиям и знаешь ли ты своих соперников, как их оцениваешь? Ну, мы хорошо готовились к этой игре. Мы вчера тренировались, готовились хорошо. В общем, мы знаем силы своих соперников. Выигрывали, иногда в мячу играли. Игры шли по 10 минут, потому что погода в этот день подкачала. Но и этого времени хватало для того, чтобы показать всё, на что способны юные футболисты. Кто-то лучше играл в защите, кто-то в нападении. Мячи залетали в ворота довольно часто. И каждый раз болельщики поддерживали свои любимые команды. Всё как на серьёзных соревнованиях. Вообще, ребятам и девчонкам из групп поддержки нужно сказать отдельное спасибо. Благодаря их кричалкам создавалось ощущение, что мы находимся на чемпионате «Если не мира, то Россия уж точно». В результате упорной борьбы третье место на турнире заняла команда 5-го Г-класса «Торнадо». На втором ребята из «Метеора» 6-й Б-класс. Победителями соревнований стали юные футболисты из 5-го А-класса «Медведи». Всем командам вручили призы от шефов школы. Ну а четвёртая команда, которая старалась, но не смогла войти в тройку сильнейших, получила утешительный приз от депутата городского совета Владимира Торгашова. Весь 5-й В-класс пойдёт в кинотеатр на премьеру мультфильма. Вы показали хороший футбол, хорошие голы забивали. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже, но вы все победили. Команда 5-го В-класса вообще дружно бегали за мячом, поэтому хочу вас тоже наградить. Кроме этого, социальные партнёры передали школе около десятка футбольных мячей, тем самым поддерживая спортивные традиции образовательного учреждения. Лучерская школа самая спортивная!